Я хотел, во-первых, поблагодарить Аделью Фёдоровну в вашем лице организаторов этого конгресса блестящего. Спасибо вам за предоставленную возможность выступить нашим московским коллегам. Итак, некоторые вопросы, которые касаются развития этой патологии. Я, к сожалению, хотел кое-что говорить по генетике, по наследственному. Дело в том, что учительство профессора имеет это выставок, только ближайшее, пропущайте слайд. Итак, к сожалению, плачевные данные, как вы видите, за ближайшие 40 лет выживаемость рака МИЧ всего улучшилась на 13%. Это абсолютная правда. Думаю, за последние 4 года, в 2016 году, ненамного улучшилась дата лечения. Что касается наследственных форм, нужна ли экстерпация матки? Я сразу перегражу к вопросу о наследственных формах, и один из вопросов о наследственных формах. Нужна ли экстерпация матки при профилактических операциях? Вот, посмотрите, по данным СИР, у больных с мутацией, у женщин с мутацией BX1, BX1, 10 раз чаще развивается рак эндометрия. У радикально оперированных больных с раком МИЧников, с синдромом Линча, при каждой, у каждой третьей пациентки при тщательном исследовании обнаруживается перед опухолей ранней формы рака эндометрия. Это достаточно интересные данные. Вспомним, друзья, мою биологию. Ведь, в принципе, теоретически яичники, на самом деле, могут, в Гонаде может развиваться в два варианта опухоли. Герминогенные опухоли и стромально-клеточные опухоли. Матка, фаллопиевые трубы, шейка матки. И верхняя часть влагальщика, как вам известно, все это производят в мюллеровые эпители, то есть мюллеровый проток или трубочек. Здоровый яичник покрыт мезотелем, который никак не связан вирурологически с мюллеровым протоком, но практически все злокачественные эпители, альновхоли, то есть раки яичников, они все мюллеровское происхождение. По современным представлениям, это, я думаю, многие из вас уже знают, наиболее агрессивный серозный рак, низкодифференцированный, в 70-80%, который поражает наших пациентов, приводит к гибели, является метастазами, фимбри, матчной дробой. Имплантируясь на яичнике и на брюшине, они клинически, морфологически приобретают черты рака яичников, и в принципе, так они лечатся, рак яичников и рак брюшина. Вот эта картинка достаточно известна уже всем, что касается внутрепителя ансирозно-карцинового фимбри, матчной трубы при иммуногистохимическом исследовании мутации ТП-53, высветился белочек ТП-53, явно говоря сейчас о том, что первый шаг о злокачествлении уже сделан. Вспомнить чуть-чуть о кушерской гинекологии. Очень важный момент, друзья мои, регургитация в патогенезе развития рака яичников. В норме у 90% женщин во время инструации происходит регургитация матчной трубы. Это очень важный момент, очень важный для понимания в дальнейшем патогенеза развития опухоли. При регургитации клетки эндометрия, эпитерийной клетки трубы, фимбри, матчной, мигрируют, имплантируют на обнажённую раневую поверхность яичника, мизотели и брюшина. Достаточно весело. Два варианта, сейчас рака яичников известно, значит, достаточно дифференцированы. Это первый тип, и всё 20% лечится, сравнительно неплохо, больные неплохо живут. У них явная абсолютно разница мутаций, как вы видите, при первом типе красбрафт и тому подобное. Экспрессируется ПАКС-8, достаточно интересный такой белочек, скажем так. И развивается недостаточно, как вы понимаете, более доброкачественно. И низкодифференцированные, это хайкрейд, так и известно, и серозная, и деметрия и карциносаркома, при котором наиболее часто встречаются мутации по 53, БФСЕ и БЦЛ. Очень высокий уровень, обычно КИ-67, и резко укороченные теломеры. При втором типе, агрессивном, при профилактических аднестоктомиях, неоднократно диагностирован интерпетериальный рак фимбрии их маточной трубы без поражения яичников. То же самое было обнаружено, многократно было описано сочетание интерпетериального рака фимбрии и рака брюшин. Опять-таки, при тщательном исследовании на яичниках и в яичках опухоли обнаружено не было. Отмечается высокая частота идентичных мутаций по 53, ПИ-16 в фимбриях маточной трубы и тканях рака брюшины без, опять-таки, поражения яичников. Внутриапетериальная карцинома фимбриального отдела обнаруживается при раке маточной трубы 100%, сирозным низкодифференцированным, то есть хай-грейд 90%, и при опухоли брюшины более 60%. Какие же клетки являются первоисточниками хай-грейд рака яичников? Нормальная слизистая маточная труба состоит из двух основных типов. Это, значит, секреторные клетки и ресничные. И как раз последний секреторин оказались именно первоисточниками хай-грейд рака. Гиперплазия секреторных клеток маточной трубы отмечена при хронических аденекситах от 15 до 40%. Это та группа пациентов, которая наиболее угрожаема в дальнейшем поведении к намерения закладочных заболеваний придатков и особенно яичников. И у больных, значит, низкодифференцированным раком более 90%. Как вы видите, роды и кормление грудью снижают заболевания с раком яичников. Первый род на 40%, а каждый последователь на 14-15%. И это абсолютно понятно, потому что нет овуляции, нет регургитации. Существенно уменьшается количество секреторных клеток маточной трубы. На самом деле, если мы вспомним, маточная труба, на самом деле это очень уникальный сам по себе орган. Это не просто труба, через которую проходит яйцеклетка, встречается с своим любимым эсперматозоидом. Это далеко не так. Абсолютно уникальный иммунитет в маточной трубе, потому что там происходит облаготворение. Кроме того, в маточной трубе огромное количество мультипатентных мизихемально-стромальных клеток, предшественных. То есть практически стволовые клетки, даже тотипатентные, встречается достаточно большое количество стволовых клеток. Как нормальный, так и патологический эндометрий способен глубоко проникать в просвет маточной трубы. То есть разговоры делают о том, что нормальный эндометрий, здоровые женщины, ну в принципе воспалительных пресс тоже, эндометрий спокойно абсолютно проходит и выселает внутреннюю поверхность трубы. Это тоже достаточно важный момент. Почему, я чуть дальше скажу. В тканях эндометриоидного, светлоклечного и высокодифференцированного рака встречаются мутации, которые здесь перечислены. И самое интересное то, что эти же мутации абсолютно характерны для интерэпителиальной карцинома эндометрия, атипического эндометриоза и даже рака эндометрия первого типа. Так называемые кистовключения, как нас учили раньше, из которых возникает злокачественная опухоль, в частности эпителиальная злокачественная опухоль, проявляет явный абсолютно трубный фенотип, как вы видите, ПАКС-8, тубулин плюс, и значительно отличается от мезотелия яичника, при котором ПАКС-8 отрицательный, тубулин в том числе. Что лишний раз подтверждает экстрагонадное происхождение опухоли. Эндометриоидный рак. Как вы видите, риск развития рака яичников на фоне эндометриоза около 40%. Атипический эндометриоз при иммуногистохимическом исследовании поставляет 50% при светлоклеточном раке и 40% эндометриозом рака яичников. При этом 83% наблюдений при очень тщательном гистологическом исследовании эндометрия у больных эндометриозом рака яичников были обнаружены фокусы рака эндометрия в практически 80%. И атипическая берплазия 4%. Это очень, если очень тщательно просмотреть весь эндометриоз. Я понимаю, дистологам крайне тяжело будет после операционного материала просмотреть все, тем более, когда идет разговор о ракеичках, огромные массы им приносят в лабораторию. Ну вот мы постарались это очень тщательно посмотреть, и оказалась вот такая достаточно интересная история. Кроме того, как вы видите, в одной из работ 100 больных, которые страдали раком эндометрия, которые подверглись операции их терпации матки с придатками, у 25% яичников обнаружены были фокусы рака. Перевязка маточных труб у женщин до 35 лет снижает заболеваемость раком эндометриоидного рака, прошу прощения, до 50%. Абсолютно идентичный фактор, влияющий на возникновение эндометриоза и эндометриоидного рака, что касается увеличения заболеваний, так и снижения заболеваний, абсолютно идентично. Что касается серозного рака, у больных высокодифференцированным серозным раком яичников в 50-60% выявлена синхронная атипическая гиперплазия и интерапитериальная карцинома эндометрия. Идентичные мутации ПТП-53 в клетках серозного рака яичников и интерапитериальной карцинома эндометрия, как вы видите, обнаружены около 80% наблюдений. В каждом случае отмечался повышенный уровень Т-67, анеуплоидия была вырежена яичкой, что лишний раз подтверждает, что первоисточником вероятного серозного высокодифференцированного рака яичников все-таки является не яичник, а все-таки эндометрием. Итак, интерапитериальный карцинома эндометрия, обычный нейвозин, располагается мультифокально, часто встречается на поверхности яичника матчной трубы. Это известный факт. Во всех случаях синхронного серозного рака яичников и интерапитериальной карцинома эндометрия в матчных трубах находились свободные болтающиеся группы клеток, которые во время регургитации абсолютно спокойно проникали в брюшную полость, имплантировались на брюшине и в том числе на яичниках. Экспрессия таких молекул, как якодерин и патенин, ответственных за адгезию клеток, значительно была снижена в интерапитериальной карциномы эндометрия, что, естественно, способствует более свободной диссеминации процесса. Вот наши данные, которые мы сравнительно недавно получили. Мы вот 1-2 занимались этим вопросом. Данные иммуноцитохимического, не гистохимического, а именно цитохимического исследования. Мы несколько схитрили. Мы решили попробовать иммуноцитохимическое определение, вот что в результате у нас получилось. В аспираторах из полости матки у пациентов с диагнозом рака яичников различного гистологического строения коэкспрессия белка ВТ1, ВТ1 и ВТ1 и П53 в клетках эндометрия облили мы примерно 86%. В то время, как при рутинном гистологическом исследовании эндометрия клетки ратка были обнаружены лишь в 5%. Маркеры 125, СЕ-125 и КИ-67 оказались не специфичны, они достаточно болтались в широких пределах. И вот что интерес. В аспираторах из полости матки, больных горнолизок, клеточной опухоли, геремногенной опухоли, раком молочной железы, желудка, толстой кишки и других локализаций в эндометрии, то есть в аспираторах, мы не обнаружены. Вот серозный рак яичный, картинка достаточно яркая, пласт клеток эпители здорового эпители, и это также встречались в комплексе рака именно серозного рака. Вот подтверждение служит как раз коэкспрессия ВТ1 и П53 в аспираторах с полости матки. Интересно, что после ранее проведенной экстерпации матки яичников, заканчиваю, заканчиваю, заканчиваю. После ранее проведенной экстерпации матки рака яичника развился у 13% пациенток и только у 3% больных, которым одновременно ранее была выполнена экстерпация матки с трубами, то есть тубэктомии. То есть явно абсолютно это говорит о том, что удаление матки с трубами в анамнезе, у больных страдают миомы, матки эндометриозами, явно абсолютно снижает заболеваемость именно рака яичника. Только одновременно экстерпация приводит, как я уже говорил, до 50% снижения и тому подобное. Ну, я думаю, тоже и как клиентистам будет интересно, что одновременно экстерпация снижает риск рака молочной из парадического варианта на 50% в течение 10 лет. И аденомиоз, вот очень интересные данные, аденомиоз, ассоциированы с тернацией кратным увеличением частоты рака толстой кишки. Итак, с нашей точки зрения, рак яичника – это абсолютно разные варианты заболевания. Все они схожи по клинике, но отличаются патогенетически, молекулярной генетикой, морфологией и тому подобное. Было бы правильно назвать этого патолога как рак репродуктивных органов малого... Ну, я, конечно, фантазирую, сами понимаете. Или, предположим, можно было назвать опухоль, злокачественная опухоль мюрерской системы репродуктивных органов. Учитывая вышесказанность, создает впечатление, что подавляющее большинство, большая часть гистологических форм, так называемого рака яичников, на самом деле экстрагонарного происхождения, то есть является метастазами предопухолевой и опухолепатологии матки. Основным источником сирозного, низкодифференцированного хайгрейд является матчная труба, что касается, в частности, интерпетриарный рак фимбрии, так называемый, источником эндометриоидного и стрелоклеточного рака яичника является атипический эндометриоз и рак эндометрии, как первого и второго типа, понял Владимир Владимирович. Ну и вероятным источником некоторых высокодифференцированных форм рака яичника служит интерпетриарный карцином эндометрия. Но это надо еще доказать, это очень предварительные данные. Учитывая, что частота мутации генов BRCA1 и BRCA2 достаточно высока, и на самом деле мы подтверждаем слова насчет того, что каждая пятая больная, поступающая в клинике, на самом деле это больные с мутациями, то надо всех больных, которые поступают в клинике, необходимо все-таки исследовать на эти мутации. С каждой пятой пациенткой уже это подтверждено. Женщинам с одегащенной наследственностью с мутацией BRCA1 и BRCA2 после выполнения функции деторождения показана как минимум адексоктомия при операциях неонкологического характера, аммиомы, эндометриозы, аденомиозы, струльпендиты. И пациентка как с мутацией BRCA1, так и без них в менопаузе целесообразно выполняет адексоктомию. И может быть даже, поймите нас, онкологов правильно, может быть даже эксцерпацию матки. Владимир, естественно, подход строго индивидуальный. Почему мы так ратуем за большую, более радикальность? Нет специфических маркеров, Наталья Сергеевна подтвердит. И я думаю, что в ближайшее время мы их не найдем, потому что абсолютно гетерогенные все опухоли. До сих пор мы не научились рак лечить и не думаю, что в ближайшие десятилетия нам удастся это сделать. Опять-таки благодаря гетерогенности этой патологии. Повторные операции ухудшают общую выживость на 30% данных института Герцена. Радикально снижается число случаев рак лечить. Это слайд, честно говоря, больше для гинекологов. То есть для акушеров-гинекологов, я им часто читаю лекции, я больше их для них. Ну и кроме того, значительное сокращение финансирования. Вы приказываете, что в ближайшее время, скорее всего, у нас финансы будут не очень хорошо. И препараты, которые мы ранее использовали в лечении, я думаю, что у нас слабоваться с этим делом будет. Спасибо за внимание. Спасибо, Игорь Кириллович. Пожалуйста, вопросы к Кириллу Осиповичу. Кто-то, может, хочет выступить в дискуссии в нашей секции. Мы вообще считаем, что молодцы. Учитывая, что даже перенесли два доклада с другой секции, мы укладываемся. А знаете, а можно мне задать вопрос? И я сама тоже об этом и озвучиваю, эту гипотезу Курмана. И сейчас все считают виновата маточная труба в большинстве случаев происхождения рака яичника. И вот циаинситу фаллобьевой трубы. Скажите, поднимите, пожалуйста, руку, чтобы вам гистологи, и вы сталкивались, чтобы вам ставили диагноз циаинситу фаллобьевой трубы. Вот в вашей практике. Вы знаете, почему я это говорю? Потому что у нас сейчас с работы закончено 70 случаев рака фаллобьевой трубы, инвазивный рак фаллобьевой трубы. И не всегда было поражение яичника. Поэтому сейчас это такая, конечно, ну, конечно, как это, здесь чукарь, антагонизмом нести, что все-таки это может быть какая-то, может, и наносная мода у нас сейчас на эту гипотезу. Была перед этим гипотеза фатала, которую очень хорошо мы знали. Поэтому, знаете, вот... Но она укладывается, фаталовская статья, вполне укладывается. Тоже хорошая гипотеза, правда? И вот поэтому... Да. Ну, значит, имеют место быть вот две такие гипотезы. Ну, вот относительно... Конечно, вот мы апеллируем данными зарубежным, где профилактические были операции, и там вот изменения циаинситу фаллобьевой трубы. Но и гинекологи сидящие, наверное, не очень-то приведут примеры, когда, как вдруг им ставили по поводу миомоматки, сделанной пангистроктомии, находили циаинситу фаллобьевой трубе. Ну, конечно, это там БРК, там носитель и так далее. Поэтому, ну, это интересно для дальнейшего изучения. Пожалуйста, есть еще вопросы? Нет? Пожалуйста, пожалуйста. Еще пока последние две секунды, да, своего пребывания на Санкт-Петербургской земле. Во-первых, спасибо огромное, Кирилл Ильич. Вы знаете, я хотела бы сказать, что вот доклады, которые задают вопросы, да, они лучше, чем доклады, которые дают ответы. С этой точки зрения у вас блестящий доклад. Вот я хотела бы сказать вам некое... Вот доклад Кирилл Ильич, он подтверждает письмо американских биологов, которые они написали в Американский конгресс около 20 лет назад. Они написали, что громадные деньги даются на исследование канцерогенеза. Хотя денег на исследование функционирования нормальных тканей не дается почти вовсе. И что это нонсенс – изучать патологию, не зная нормы. Мы не знаем практически наши знания, вот как нас в школе и в институте учили, да, так сказать, они практически по поводу нормы никуда не сдвинулись. Поэтому будем надеяться, что, ну, так сказать, те, кто занимается гистогенезом, эмбриогенезом, мы не можем изучать патологию, не зная нормы. И вот здесь мы столкнулись с тем, что, так сказать, нормальный процесс, да, заброс этих клеток, так сказать, при оплодотворении и так далее происходит. Если бы мы знали хорошо нормальный процесс, мы бы знали, и есть много моделей машинных, это посмотреть прижизненное окрашивание клеток и так далее. Но цитология, она не всегда доказательна, я понимаю. Почему у вас есть различия? Потому что я некоторое время для своих экспериментальных исследований обучалась цитологии у настоящих цитологов. Они могут ставить диагноз. Но на вопрос, что вот это за клетка, они ответить не могут, потому что, так сказать, диагноз есть, а клетка, это принадлежит ли она к энтометрию, либо эпителий трубы. Это надо специальные, огромные гистохимические исследования проводить, чтобы на уровне цитологии отличить и то. Это почти невозможно. Поэтому, конечно, с этой точки зрения гистология является, так сказать, более надежным. Но я хотела бы... Да. Для постановки диагноза – пожалуйста, а для гистогенеза клеток – это совсем другая проблема. Я хотела бы сказать, что вы подняли очень интересную проблему. Но, значит, вот надо, чтобы подтянулись, так сказать, те, кто изучает нормальные процессы в нормальных тканях. Они нам неизвестны, и от этого мы путаемся в том, что видим сами. Спасибо. Спасибо большое. Но у нас ещё... Да, ну как-то, Елена Георгиевна, без вас никак в дискуссии. Даже становится жалко тех гинекологов, которые редки присутствуют, но в лице уважаемого профессора Левакова. Жалко опять, что Хакула не была на докладе Сергеевой, профессор Жордани не был на докладе, профессора Шрафяна. Как-то когда Шарфан говорил, всё стало ясно. И гинекологи должны не трогать маточную трубу, потому что кроме ухудшения ничего не будет, питание яичика будет хуже, а к канцерогенезу это не имеет ни малейшего отношения. Профессор Жордани, совершенно чётко сторонник курманской теории, говорит, что нет, товарищи, трубу всегда удалять, поскольку она является этим. Поэтому, понимаете, вот вопросы к вам, вот я мечтаю когда-нибудь, чтобы хоть одно заседание началось и закончилось со всеми выступающими. Это нереально, потому что каждый, кто выступил, считает разворотом таким и ушли. А дальше что вы там обсуждать будете по моему докладу? Меня это абсолютно не волнует. Я даже не могу задать вам ничего, поскольку каждому можно было задать. Но одно, вот мы сидим с профессором Бахидзе и думаем, скажите, ну вот просто откуда вы взяли в предпоследнем слайде, что повторные операции на яичниках на 30% снижают выживаемость. Нет, я вообще повторилась в онкогенекологии, я сказал, не ухудшать в очень... Так, значит, это не к яичникам относится? Нет, нет, нет. Я вообще онкогенекология. Это уже последнее, что я запомнила задать вопрос. А так, конечно, вот, конечно, очень было бы интересно собрать профессора Жордани и профессора Ашрафяна и послушать, потому что мы не так ориентированы, мы люди простые и настолько не разбираемся в патогенезе, как вы, которые этими, ну как бы очень. Также профессора, доктора, неважно, Хохлову, понимаете? И, как говорят, послушать мнение специалистов других. Но это бесполезно. Сейчас уйдет Сергеева на поезд, придет Светлана Викторовна. И кому это говорить, все это, бедная, вот Нечушкина всегда это выслушивает, потому что больше никого невозможно найти. И каждый раз... Лена Григорьевна, зато вы у нас кладезь. Вы знаете... Нет, это что, я тоже вот уйду, но все останется так же. А, худете все, понятно. Спасибо. Вы знаете, очень затронута интересная тема, но мы забыли двух докладчиков, которые делали доклады, касающиеся рака шейки матки. Мы должны их поблагодарить, потому что очень интересный доклад был из Томска по мониторингу лечения из Казани, для размышления, может, что такое новаторство. Спасибо вам большое.